МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырычкина. И сегодня в нашей программе. В галерее памяти к юбилею Победы Великой Отечественной юной художники пишут историю в лицах. Есть прием. Национальное телевидение расширяет границы вещания. Время разбирать елки. В национальной библиотеке завершился арт-проект «Библиоель». В послании Госсовету на 2014 год глава Чувашии отметил активная, трудолюбивая, ответственная сельская молодежь, получила реальную возможность самореализоваться, обрела уверенность в завтрашнем дне. Ощутив результаты своего труда, владельцы личных подсобных хозяйств делают следующий шаг в своем развитии. Создают на базе личных подсобных хозяйств фермерские хозяйства. В помощи не только удача, но и государственная поддержка. Продукция, выпущенная из сельхозтоваропроизводителями Чувашии в прошлом году, оценивается в 35 миллиардов рублей. Год оказался достаточно удачным. Обошлось без природных катаклизмов. Урожайность зерна составила 530 тысяч тонн, или на треть больше 2013 года возросло производство молока и мяса. С 2012 года на территории Чувашии действует комплекс мер по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноуческих ферм. И помощью государства уже воспользовались 151 крестьянское фермерское хозяйство и 16 семейных ферм. Мы планируем закупку 21 головы племенного молодняка. Эти готовые к осеменению в пределах около 400 килограммов. Для решения этого проекта у нас работает Россельхозбанком, кредит оформляется. На господдержку могут рассчитывать не только начинающие, но и уже состоявшиеся фермеры. Формы самые разнообразные – это и гранты, и субсидирование процентных ставок по кредитам, и компенсации. Последние, к примеру, очень поддержали производители молока в 2013 году. В 2014 в общей сложности сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям было выплачено 2 миллиарда 430 миллионов рублей, из которых более полутора миллиардов – средства федерального бюджета, остальные – республиканские. На этот год все имеющиеся направления господдержки сохраняются. Более того, в республиканском бюджете предусмотрены новые направления – гранты на укрепление материально-технической базы строительства семенных заводов и модернизацию селекции семеноводства. Кроме того, проектами распределения субсидий на 2015 год, подготовленными Минсельхозом России, Чувашии предусматривается около 150 миллионов рублей на поддержку племенного животноводства, производства молока, элитного семеноводства и восстановления садов. Предполагается, что на этот год господдержка составит около 2 миллиардов рублей. Но, возможно, эта сумма увеличится. Где родился, там и пригодился. Эта мудрость близка и сегодняшней молодежи. Быть успешно можно не только в больших городах. Чем зарабатывают люди, которые не боятся работы на селе? Смотрите далее. Под дворье молодого фермера Андрея Мурайкина находится в деревне Мочеи Красночитайского района. Молодой человек в сельхозакадемии получил профессию агронома. Пробовал заниматься бизнесом, но по-настоящему нашел себя на малой родине. Теперь вовсю применяет полученные знания на практике. Разводит коров. На собственной земле в 20 гектаров выращивает корм для буренок и картошку для реализации. Государство тоже внесло свою лепту в фермерский рост. Андрей собрал документы, стал участником программы «Начинающий фермер» и получил деньги на развитие. Как грант получил, закупили нитилей. Всего на сумму 1 миллион 35 тысяч. Из них грант 1 миллион 100 тысяч. Вложил свои 25 тысяч. Ну и еще потом пресс купил, кредит оформил. Сам себе агроном, бухгалтер и хозяин. С гордостью Андрей показывает коров, телят, домашнюю птицу, технику. Построено изгородь для животных, место для хранения сена. В хлеву для коров новые утепленные полы. Сделаны из хорошего материала, говорит Андрей. Должны прослужить 10-15 лет. Сейчас фермер в день сдает 130 литров молока и 15-20 литров оставляет для телят. Справляться с делами помогают жена и дети. В планах, конечно, расширяться дальше. Татьяна Трофимова, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков, Республика. О ситуации на дорогах Республики журналистам рассказал начальник управления ГИБДД Владимир Романов. Многие цифры – повод для гордости, а вот некоторые показатели пугают. Подробности в следующем сюжете. Статистика дорожно-транспортных происшествий за прошлый год говорит об улучшении ситуации в Республике. Поделился радостной новостью начальник управления ГИБДД Чувашии. Общее количество ДТП за год сократилось почти на 6%. Погибших на 4 с лишним процента. Однако при этом значительно возросла аварийность с участием нетрезвых водителей. Увеличился на 33%. То есть если было 154 ДТП, то сегодня 204. В результате таких происшествий 54 участников в дорожном движении погибли. Аналогичный период прошлого года был 15. Жестокие сегодня законы они были. То есть не просто так же штрафы – 30 тысяч, 50 тысяч, но все равно водители сегодня управляют нетрезвым стоянным. Плюс к этому с июля штраф за повторное появление на дороге в нетрезвом виде увеличится до 300 тысяч рублей. Кстати о штрафах. За прошлый год взыскано 439 миллионов рублей. Для сравнения в 2013 году эта сумма составила 285 миллионов. В 2014 году вынужденно появилась и новая статистика. Статистика падения пассажиров в общественном транспорте. 57 дорог трассы происшествий, участников дорожного движения, сегодня выпали транспортных средствах. То есть при ростном торможении, при аварийной ситуации это в троллейбусах, автобусах, ну и где перевозят пассажиров. Рост ДТП произошел на 22%. Совершенно по вине водителей автобусов, имеющих лицензию. То есть небезопасно еще пассажирской перевозке. По данным статистики, федеральные трассы в прошлом году стали безопаснее. Здесь количество ДТП сократилось более чем на 8%. Судя по всему, повлиял на это их ремонт, установка освещения, разделительных полос и строительство развязок. А вот на дорогах местного значения ситуация ухудшилась. Марина Рябцева, Андрей Шоклев, Республика. Ну а в минувший понедельник троллейбус столкнулся с фурой на Эгерском бульваре. В результате шесть пассажиров и кондуктор обратились за медицинской помощью, двоих госпитализировали. По предварительным данным, водитель троллейбуса не выдержал дистанции и столкнулся с прицепом МАЗа. Тот, в свою очередь, въехал в учебный автомобиль, который остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом. Прочие обстоятельства ДТП выясняются. Индивидуальный подход к каждому клиенту – это не слоган рекламной кампании, а основной принцип нового федерального закона о социальном обслуживании населения. Он вступил в силу с января этого года. Подробнее в сюжете. По сравнению с законом, который действовал с 1995 года, в нынешней версии специалисты отмечают ряд нововведений. Во-первых, бесплатное обслуживание коснется даже тех нуждающихся, чей доход выше прожиточного минимума. Но не больше, чем в полтора раза. Во-вторых, для каждого нуждающегося, а их отныне называют получателями услуг, составит индивидуальный план. К примеру, обратился в Центр социальной помощи некий одинокий 60-летний Иван Иванович, у которого отнялась рука после инсульта. Обращаясь в учреждение, ему говорили, да, вы имеете право, заявление его принимали, рассматривали. И составлялся договор. В Центр показывался перечень услуг, которые существуют. Никакой комиссии не было, никакой программы не составлялась. Сегодня, если такой гражданин обращается в Центр, там существует комиссия, что он хочет. Вот что он хочет. Может быть, он хочет, чтобы ему каждый день продукты покупали. Я условно говорю. А ему говорят, ну, у вас же ноги хорошо ходят, у вас проблемы только с рукой. Вы же сами можете. Даже вам это полезно. Зато тому же условному Иван Ивановичу помогут, к примеру, с уборкой квартиры. Иными словами, в чем он действительно нуждается по состоянию здоровья. Предполагается также, что согласно новому закону, право на получение помощи от социальных работников получит более широкий круг россиян. Это, к примеру, семьи, где есть инвалиды, которые нуждаются в постоянном уходе, дети, имеющие трудности в социальной адаптации, граждане без определенного места жительства. Еще одно новшество. Впервые законом предусмотрена возможность оказания социальных услуг негосударственными организациями. Во всех регионах сформируют реестры поставщиков и получателей социальных услуг. Так что граждане смогут сами решить, с чьей помощью воспользоваться. Чтобы память жила вечно. В год 70-летия победы в Великой Отечественной войне в Чебоксарском художественном училище стартовал необычный проект. Студенты пишут портреты тех, кто сражался за мирное небо над головой. Тема продолжит Дмитрий Ковалев. Молодым художником в этот раз позировала Агриппина Алексеевна Янович. На фронт она попала в 17-летнем возрасте. За три года молодая медсестра спасла жизни сотен солдат. С одроганием сердца ветеран вспоминает о сражениях на Курской дуге. Говорит, что каждый раз она стояла на волосок от смерти. Выносить с поля боя раненых солдат часто приходилось под шквальным огнем. Рядом взрывались снаряды. Участвовала Агриппина Алексеевна и в штурме Кенигсберга. За боевые заслуги она награждена орденом Отечественной войны и множеством медалей. В гости к студентам ветеран пришла при полном параде. Молодые художники пытаются отразить на портрете любую малейшую деталь. Черты лица, проникновенный взгляд. Это кропотливая работа. Героям приходится позировать студентам по два, а то и три часа подряд. Все это время в мастерской стоит полная тишина. Это наши ветераны, их нужно помнить. Они подарили нам ту мирную жизнь, в которой мы живем сейчас. И в честь этого хорошо было бы вековечить их образ на века. И пусть это сделают новое поколение, которое выросло в обществе, которое построили именно они. Мне хотелось бы, чтобы мы еще успели заглянуть в их глаза, которые видели нашествие врага на нашу родину. Посмотрели бы на их лица, посмотрели бы на их руки, которые держали оружие победы. И чтобы все это нам запомнилось надолго. И, может быть, мы бы как-то частицу их силы приняли бы на себя и, может быть, передали бы следующему поколению. Ну а первые портреты ветеранов были написаны еще в декабре. Я думаю, что это для наших студентов, во-первых, и как в плане практики, очень полезно. Во-вторых, это, наверное, как раз та дань нашим ветеранам внимания, которое так необходимо для того, чтобы и увековечить, и приобщиться, и духовно, и патриотически, наверное, именно к тому мероприятию, которое 70-летие Великой Отечественной войны. Лучшие портреты отберут для участия выставки, которая состоится весной в Музее воинской славы. Некоторые работы планируют передать в память и семьям ветеранов. Митрий Ковалев, Елизавета Зайцева и Николай Яковлев. Республика. Национальное телевидение Чувашии продолжает расширять зону вещания. Уже несколько городов республики в режиме реального времени могут знакомиться с новостями и другими программами телеканала. Посмотреть, как проходит внедрение канала в один из таких городов отправилась наша съемочная группа. С конца прошлого года более 30 разнообразных программ на русском и чувашском языках, созданных коллективом НТРК Чувашии, доступны зрителям поселка Ибреси. Национальное телевидение в районе это нужно, конечно. Жители района любят смотреть этот канал, поэтому я думаю, это хорошее дело для жителей Ибресинского района. Национальная телерадиокомпания Чувашии – крупный республиканский холдинг, который включает в себя телевидение и две радиостанции. Телеканал подробно и оперативно освещает все стороны жизни республики. В декабре 2014 года у абонентов кабельной сети в поселке Ибреси произошло знаменитарное событие. Мы запустили Чувашское национальное телевидение. Данный канал настолько стал востребован нашими абонентами, что отзывы идут только положительно. В нашей сети в настоящее время полторы тысячи абонентов. Но мы ждали ваш канал полтора года. И поэтому события довольно-таки значимые. Пять тысяч жителей поселка могут смотреть наш телеканал в своих телевизорах благодаря разветвленной сети кабельного канала СКТВ Ибреси. Этот канал очень нужен, я думаю. Мы очень обрадовались, когда появился этот канал. В основном мы смотрели новости. И семье нравится. Мы смотрим концерты. Очень развлекательные концерты на чувашском языке, чувашские песни. Недавно смотрели «Чувашпиги». Очень понравилось вообще. С удовольствием смотрели. По национальному телевидению спектакли большинство. Вчера или позавчера был фильм «10 негритят на чувашском языке». Мне это очень понравилось. Канал нравится. Сама смотрю. Муж смотрит, хоть и не понимает чувашского языка. Новости мы смотрим. Ну и развлекательные. Получается, концерты я смотрела на новогодних праздниках. Каждый должен знать, что происходит в республике. Мы должны знать, как получается патриот в своей республике. Что происходит, что у нас в поселке происходит, в других районах и городах. Я думаю, что нужен этот канал. Выход сигнала в отдаленных муниципалитетах – технически очень сложная задача. На помощь пришли мобильные технологии компании «Билайн». В компании «Билайн» имеется оптика, которая проложена по территории Чувашской республики. У нас есть «Северное кольцо» и у нас есть «Южное оптическое кольцо». На сегодняшний день сигнал телекомпании национального телевидения подается уже в городах Новочебоксарск, Кугесе, Цивильск, Марпосад, Козловка, Тюрлюма. Очень важно было подать сигнал, который изготавливается в городе Чебоксары в эти малые города. Этот сигнал можно подать, по идее, через спутник, но это достаточно очень дорогое удовольствие. Можно подать при помощи цифровых каналов через какого-либо оператора. Теперь наш телеканал с логотипом «Чувашьень» вещает в «Ибресях» в аналоговом пакете на 16-й кнопке. Сегодня интерка «Чуваший» уже появился в крупных районных центрах. А сейчас прорабатываются планы по доставке сигнала и в отдаленные села. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика. Новые впечатления, смена обстановки, возможность реализовать себя и свои интересы. В общем, поиск новых ощущений заставляет человека сниматься с насиженного места и отправляться в путешествие. О людях, решивших все начать с чистого листа и написать новую страницу своей жизни, рассказывает новый фильм «Продвижение», премьера которого состоялась в Национальной библиотеке «Чуваши». Нетерпение первых зрителей, волнение режиссера и предвкушение главных героев. Именно в такой атмосфере начался показ первого в республике документального фильма о жизни мигрантов из Чувашии, которые сегодня живут в Париже и Берлине. Я обычно снимал фильм сначала про города, как турист, а потом уже в последнее время я снимаю про людей, общался с иностранцев, которые живут в других городах. И в этом фильме можно увидеть, первый раз я снимал в Чебоксарах, в своем родном городе, можно увидеть картинки города Чебоксара, также людей, которые здесь живут, также людей, которые уже состоявшихся людей, в частности, это друзья доктора Басама, которые являются главным героем фильма. Языковой барьер, климатическая и социальная адаптация, поиск жилья и работы – все эти трудности реальной жизни приходится преодолевать героям фильма. Но каждый из них находит свое место и торит свою дорогу в чужой стране. В документальной картине герои фильма делятся своим опытом продвижения. Роль быть таким, каким я всю жизнь был, каким есть. То есть рассказать о себе, чем занимался, что делал, с кем дружу, с кем общаюсь, как я чувствую себя на земле, в которой я приехал впервые 22 года тому назад, именно в Чебоксарах, как построил отношения с людьми. То есть это, я чувствую себя, что я у себя на родине здесь. Это вторая родина для меня. Могу сказать только самые добрые слова. Чувашия – это красота, это республика красивых людей. И самое главное – не только телом, внешностью и душой, и сердцем. Фильм о дружбе народов. По мнению одного из главных героев, именно такие картины сближают людей. Что касается самого автора, то в этом фильме он был, как говорится, один за всех. И режиссер, и журналист, и монтажер в одном лице. Мне больше нравится снимать и разговаривать с людьми. И снимать три дубля с одним и тем же человеком. Люди соглашаются, идут на это. Интересно. И мне тоже интересно. Самое сложное – это, конечно, монтаж. При монтаже был интересный момент, когда моя племянница, услышав, что я монтирую фильм, подбегает ко мне, делает такое восхищенное лицо и танцует. И для меня это отзыв ребенка на вес золота. Главные герои фильма «Продвижение» также смогут посмотреть картину, не выходя из дома. А все потому, что фильм будет транслироваться на русскоязычных каналах Западной Европы. А Виктор Чугаров уже готовит новую картину, которую мы сможем увидеть весной этого года. «Доктор Басам» или «Приключения иностранца в России». Юлия Важенина, Евгений Анисимов, Республика. 2015 год объявлен в России Годом культуры. В Чувашу он будет посвящен 125-летию нашего классика Константина Иванова. Принимая эстафету работников культуры, сотрудники Национальной библиотеки провели необычную акцию «Библиоель» на расхват. Жюль Верн, Дюма, Пушкин, Лев Толстой, Булгаков и еще десятки известнейших писателей и поэтов объединил арт-проект Чувашской национальной библиотеки. Перед Новым годом здесь выросла «Библиоель». При ее строительстве использовалась только художественная литература, произведения русских и зарубежных классиков, издания современных авторов разных жанров и направлений. Книжная красавица украсила библиотеку уже в третий раз. Я люблю тебя, зимушка русская, и морозь, на тебя я совсем не сержусь, потому что к лицу ты, Россия, русским зимним пейзажем горжусь. Разбирали «Библиоель» при большом скоплении читателей. И каждый мог унести с собой понравившуюся книгу-ветку. Впервые мы предложили нашим читателям и гостям взять любую понравившуюся книгу домой. Таким образом мы привлекаем внимание к чтению. И то, что наши друзья проявили такой небывалый интерес, для нас стало практически шоком. Мы очень довольны. Возможность выбрать книжки из библиоели получили победители и участники конкурса стихов и просто активные читатели. Этот год у нас литература. И мне кажется очень хорошо, что наконец-то Солженицына будут изучать в школе. Но я выбрала и прошу. Я преподаю в колонии. И хочу отсюда подарить вот две книжки для колонии. На разбор библиоели пришла действительно читающая публика. Знакомая с классиками мировой литературы не понаслышке. Они сами готовы делиться информацией, впечатлениями и рассуждать о прочитанном. Остров сокровищ, Жюль Берн и Достоевский. Моя мама читала, я тоже вот хотела прочитать еще раз. Я очень люблю читать. Я всегда читаю дома, я не могу без этого. Это лучше, чем компьютер. Я читаю Дюму. Хотела бы собрать себе 15 томов, но не посчастливилась. Собрал 4. Очень уважаю творчество этого писателя. Хочу прочитать «Три мушкетера» еще раз. Очень искала книгу Булгакова «Мастер Маргарита». Я прочитала у нее рецензию и очень захотела прочитать. Я бы, конечно, больше унесла книг, но у меня просто рук не хватает. Оказывается, народ действительно хочет брать книги, и это приятно, это не может не радовать. Мы вот набрали целый рюкзак с друзьями. Диккенса. Мне. Вот, я пришел за Диккенсом, и я Диккенса отхватил. Большие надежды я еще не читал, обязательно прочту. Библия Ель с каждым годом увеличивается. И в конце 2015-го библиотекари обещают сделать ее еще выше и насыщеннее. Татьяна Трофимова, Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, Республика. А в Литературном музее имени Константина Иванова прошел литературно-музыкальный вечер, посвященный 90-летию со дня рождения Николая Дарая. На его счету более 30 книг, свыше 200 стихов и рассказов. Все они посвящены детям. Николай Идарай также известен как собиратель чувашского фольклора. Его произведение часто используется на уроках чувашского языка, как пример хорошего слога. На стихи поэта композитором Юрием Кудаковым было написано несколько песен. Идарай без сомнения можно назвать классиком чувашской детской литературы. Николай Ивашевич по натуре был очень интересным, увлекательным человеком. Ребята его встречали радостно, с удовольствием слушали его стихи, рассказы. Он их зажигал. Я поняла, что Идарай необыкновенно талантливый человек. Он много знал. Человек с кругозором. Он прекрасно владел техникой поэзии. В рамках юбилейного вечера в Литературном музее открылась выставка под названием «Друг маленьких», где представлены книги, фотографии, документы и рукописи писателя. Анастасия Алексеева, Мария Лысенко, Николай Яковлев, Республика. На протяжении нескольких дней в зале спортивного комплекса «Чигу» не утихала музыка. Здесь разыграли награды всероссийского турнира «Танцевальный фейерверк». Он собрал в одном месте более 500 ценителей изящного искусства. На фестивале побывала и наша съемочная группа. Для этих мальчишек и девчонок танцы – это не просто хобби. Многие ребята увлекаются ими больше пяти лет и уже накопили в своем багаже огромное количество наград. Слава Николая Цискоридзе и Аллы Духово им покоя не дает. Новым трамплином для юных танцоров может стать и этот турнир. Побороться за награды сюда приехали даже гости из других регионов. Наши турниры по спортивному, там само по себе говорят, что это очень красивый вид спорта. Я всегда так говорю и говорил, потому что мы не только учим детей быть спортивными, стильными, но и продаем некую изыскальность, культуру, манеры. Танцоры слаженно движутся и чувствуют ритм. Эффектные наряды тоже в поле внимания судей. Завоевать награду на подобных турнирах не просто. В финале на паркет выходят только сильнейшие пары. Многие к этому дню готовились неделями. Мы готовимся за несколько недель обычно к соревнованиям. Очень сильно там физически укрепляем себя и много тренировок очень, чтобы показать лучший результат. Очень тяжело выносить это все. Выносимость должна быть очень сильная. Танцевать все танцы подряд, если ты в финале. Но все же хотят быть в финале. За считанные минуты на паркете необходимо раскрыться полностью. Многие делают ставку еще и на свои актерские способности. Неверно удивлять техникой, надо больше. Приходить в зал, работать. Тренера помогают. Спортивные бальные танцы набирают популярность из года в год. Большое количество участников этого турнира являются воспитанниками столичного клуба «Дуэт». Уроки там с удовольствием берут и молодежь, и те, кому за 50. Танцам все возрасты покорны. И с удовольствием приходят к нам провести свое время, заниматься, выучить фигуры танца и танцевать на вечерах. Дети занимаются, сами занимаются, племянники, внуки. Они приводят своих. Вот получается такая семейная традиция. Таких очень... Только шесть пар у меня семейных взрослых. Своё превосходство на этом турнире спортсмены оспаривали в пяти возрастных категориях. Те, кому награды не достались, обещают приехать сюда и в следующем году. Организаторы подчеркивают, что фестиваль станет традиционным. Медрик Валёв и Рассель Мухаммедов. Республика. Таким стал вторник, 20 января, глазами корреспондентов национального телевидения Чуваша. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова